Старый город Гаванны Санта-Мария прошла уже более 8 тысяч километров, когда испанский моряк Родриго де Триана наконец увидел берег, и его крик «Земля!» разнесся по палубе. Этот крик ознаменовал самую яркую ошибку в истории человечества. Вместо того, чтобы причалить к берегам Индии, Колумб открыл Америку, а точнее Сан-Сальвадор. Двумя неделями позже он достиг Кубы. Постепенно вырос город Гаванна, расположившийся в укрытой бухте короне Карибского моря. Сан-Сальвадор Сан-Сальвадор Яркий контраст на фоне современных столиц. Старый город Лохабана-Вьеха. Никогда не прекращающаяся смена старины и новизны, внутреннего и внешнего, шума и тишины, придает Гаване собственный неповторимый ритм. Практически ничто здесь не сохранило своего первоначального вида. Ведь прошло уже 500 лет, с тех пор, как коренные американцы начали перемешиваться с европейцами, а позднее и с африканцами. Сан-Сальвадор Хлопковое дерево. Согласно легенде, город был основан именно под этим волшебным деревом. Но гораздо важнее самой легенды то, что история дерева вошла во столько различных культур. Индейцы боготворили его, испанцы связывали его с Девой Марией, а африканцы верили, что в этих крепких ветвях живут их боги. Но несмотря на легенды и религиозные верования, окружающие это место, жители Гаваны решили обезопасить себя и выстроили мощные стены и хорошо укрепленные цитадели для защиты от язычников, завоевателей и пиратов. История умалчивает о судьбе губернатора Гаваны, отправившегося на поиски источника вечной молодости. Был ли он слишком доверчивым или на него подействовали чары женщины? Во всяком случае, жена терпеливо ждала его возвращения до конца своих дней. Эту женщину до сих пор чтят как образец верности, силы воли и преданности. Позже, напротив старой цитадели, на другой стороне бухты, была выстроена новая крепость Дель Морро. Ночью между двумя замками натягивали цепь, чтобы ни один корабль не смог пройти незамеченным. С тех пор город стал практически неуязвимым. Герб Гаваны символизирует две главные городские гордости. Ключевое положение на подступах к новому свету и решимость доблестно отстаивать это положение. Плаза Вьеха Старая площадь. Своим смешением архитектурных стилей и обветшалым состоянием фасадов площадь создает атмосферу меланхолии в стиле барокко. Солнце сияет над городом 250 дней в году. Дневная температура редко опускается ниже 25 градусов. Там, где так много света, кажется естественным сделать из него нечто особенное, поиграть с ним, придать лучам художественную форму. Почти все наиболее крупные здания украшены этими разноцветными окнами, известными как Витралис. Почти все наиболее крупные здания украшены. А за комнатами, выходящими на улицу, открываются прекрасные сады, усыпанные яркими цветами. Соборная площадь сегодня, пожалуй, самое сердце города. Собор выглядит очень старым, но в действительности он был построен всего 200 лет назад. Мягкий коралловый известняк был постепенно разрушен влажным соленым морским воздухом. Как это часто бывает, то самое качество, которое обогатило город, способствует его разрушению. Будучи портовым городом, Гавана стала вратами нового света. Теперь же солнце, вода и ветер, кажется, желают получить обратно все то, что когда-то было отнято у них. Неудивительно, что американский писатель Эрнест Хемингуэй именно здесь написал свою знаменитую новеллу «Старик и море». Рыба-марлиня, которой идет речь в повести, это разновидность меч-рыбы. Прошло немало времени с той поры, когда в старом городе жили действительно богатые люди. Все они давным-давно перебрались в современные виллы на окраинах. Старинные дворцы были обречены разделить судьбу собора и всего старого города, но ЮНЕСКО объявило весь ансамбль объектом мирового наследия. Несмотря на бедность страны, реставрируется все больше зданий и дворов. Сегодня архитектура и живопись, музеи и танцы, обычные школьные уроки и туризм перемешиваются и сливаются, совместно создавая почву для возникновения новой культуры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дворцы открыты для каждого решетки и ограды не несут практической функции. Вплоть до прошлого века они изготавливались из дерева, украшенного богатой резьбой, и их основным предназначением было защищать жильцов от ослепляющего солнечного света и любопытных взглядов неиздержанных соседей. Сегодня ограждения выполняются из кованого железа и имеют легкий и утонченный вид, несмотря на столь тяжелый материал. Здесь все сплетается воедино. Шум снаружи и тишина внутри, зной площадей и прохлада комнат. Это первая аптека Гаваны. Она была отреставрирована и снова может поведать о былом благосостоянии жителей города. Здесь ощущается атмосфера времен основания города, тишины и покоя. Наверное, в Гаване болеют лишь богачи, а без них лавке не нужны ни товары, ни клиенты, ни деньги. Былое богатство Куба зиждилось на роме, сахаре и табаке. Табак и сегодня остается важнейшим источником дохода. Когда Колумб отправил своих разведчиков на поиски золота и других сокровищ, они вернулись с пустыми руками. Все они рассказывали истории о странных людях-дымоходах с зажженными трубками во рту. Субтитры создавал DimaTorzok В этой гостинице жил писатель и лауреат Нобелевской премии Эрнест Хемингуэй. Он был из тех американцев, которыми на Кубе гордятся. Он легко сходился с людьми, частенько выпивал с ними и беседовал о жизни. Каждый день Хемингуэй заглядывал в свой любимый бар, чтобы перекусить и поработать. В Гаване сформировалась поистине новая культура, так как люди гордятся ролью, которую они сыграли в покорении нового света. Колумб – родоначальник и неотъемлемая часть этой культуры. Его памятник горделиво расположился в Генеральском дворце. Дворцы Гаваны повествуют нам об истории народа. Хотя архитектура и пришла сюда из далекой Европы, люди, живущие здесь и их образ жизни, носят особый, ни с чем не сравнимый характер. Хосе Марти, кубинский национальный герой, хорошо это знал. Благодаря ему индейцы, чернокожие и крестьяне научились по-своему преодолевать трудности в большом и враждебном городе. С Малеконом, самой длинной прогулочной набережной в мире, мы снова можем увидеть то, что делает Гавану столь неповторимым городом. Это бесконечность различных архитектурных стилей и меланхоличность его жителей. Здесь из открытого моря в старый переполненный город веет свободой и надеждой. Может, именно поэтому набережная в последних лучах заходящего солнца это самое романтичное место встреч влюбленных. Каждый вечер ровно в 9 часов раздается пушечный выстрел. Раньше выстрел означал закрытие городских ворот. Сегодня жители Гаваны, Хабанера, все еще сверяют с орудием часы. А для туристов это всего лишь очередной аттракцион. Режиссер Юте Гайзлер, оператор Хольгер Щупель. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова